Здравствуйте, дорогие зрители канала Процветок. Меня зовут Маслак Диана Викторовна. По роду своей деятельности я сталкиваюсь с разработкой биологических препаратов на основе бактерий рода Bacillus и Pseudomonas. И сегодня я хотела бы поговорить с вами о такой важной теме, которая часто всплывает у людей, занимающихся применением биологических препаратов. А именно, какие прилипатели можно использовать для того, чтобы увеличить эффективность обработок биологическими препаратами растений. Тема эта довольно широко обсуждается. Многие специалисты высказывают свое мнение, поэтому, чтобы не повторяться, я решила просто проиллюстрировать свой ответ небольшим экспериментом, который я провела. В этом эксперименте я решила посмотреть, как действует на бактерии Bacillus subtilis KMBU-343 на основе препарата Bactogen. Самые распространенные прилипатели, которые рекомендуются на различных форумах. Это карбуксиметилцеллюлоза, желатин, крахмал. Из прилипателей, которые являются покупными, я использовала EDT-90 фирмы Агроуспех. Собственно говоря, это был тот прилипатель, который продавался в ближайшем ко мне магазине. И препарат Liposam, который сейчас активно рекламируется на разных форумах, как очень хороший прилипатель для биологических препаратов. Как я проводила, собственно говоря, этот эксперимент? Я развела прилипатели, купленные прилипатели, согласно инструкции по применению. Как разводить препараты, прилипатели, желатин, карбуксиметилцеллюлозу и крахмал. Собственно говоря, написано на большинстве форумов по использованию этих прилипателей. Этими растворами прилипателей я развела культуру сенной палочки. Один к ста. То есть, собственно говоря, так как мы рекомендуем разводить в рабочем растворе эту культуру. И по одной капле полученного раствора я нанесла на чашки Петри, которые в нашем эксперименте имитировали лист растения, на который будет наноситься препарат. Распределила и дальше каждая клетка, которая попала на питательную среду на чашки Петри, попав в благоприятные условия, начинает размножаться, формируя вокруг себя колонию, которую мы дальше можем видеть уже невооруженным глазом. Таким образом, по количеству колоний на чашке Петри мы можем судить, сколько было нанесено клеток в нашем эксперименте при использовании прилипателя, ну и в контроле, в котором биопрепарат Бактаген был разведен водой. Для того, чтобы было удобнее определять положительное или негативное действие прилипателя на бациллесоптилис, параллельно я поставила эксперимент, в котором клетки разводились, соответственно, растворами прилипателя не в 100, а в 10 тысяч раз. Что мы можем увидеть по результатам этого эксперимента? Действительно, и карбоксиметилцеллюлоза, и крахмал, и желатин, и количество живых клеток, нанесенных на чашку Петри, по сравнению с теми чашками, на которых препарат был разведен водой, абсолютно не менялось. То есть эти прилипатели очень хороши для использования с сеной палочкой. Наоборот, как вы видите на представленных фотографиях, колонии, получившиеся в результате роста бациллесоптилис в этих вариантах с и крахмалом, и желатином, и карбоксиметилцеллюлозой, были даже крупнее, чем колонии препарата, разведенного водой. Немножко другая ситуация была, когда мы брали прилипатель на основе ЭДТ-90. Это концентрат неиногенных поверхностно-активных веществ, то есть, насколько я понимаю, что-то вроде детергента. Применять его, конечно, было одно удовольствие, он хорошо разводился, хорошо растекался по чашке, быстро впитывался. Но, как вы можете видеть, количество клеток, выживших при контакте с прилипателем, значительно ниже, чем в варианте, где препарат был разведен просто водой. То есть ниже, ну, фактически, наверное, в 100 раз. Это особенно заметно в том варианте, где клетки были разведены водой или прилипателем в 10 тысяч раз. А вот прилипатель липосам мне очень понравился. То есть, как вы можете видеть из представленных фотографий, собственно говоря, картинка очень похожа на те варианты, в которых использовался в качестве прилипателя. Тот же самый крахмал, желатин и карбуксиметилцеллюлоза. Количество клеток, попавших на чашку, не уменьшилось. Колонии формируются крупные. То есть клетки находятся в очень благоприятных условиях. Еще один вопрос, связанный с использованием прилипателей, которые с живыми препаратами. В частности, препаратами на основе сенной палочки. Это можно ли использовать мыльный раствор в качестве прилипателя. Всегда ответ на этот вопрос это не стоит. Дело в том, что мыло создает щелочную среду, неблагоприятную для роста бактерий. На самом деле, хозяйственное мыло, оно много используется в растеневодстве. Причем его применение чаще всего это инсектицидное действие. Это фунгицидное действие для борьбы с грибами. И бактерицидное действие тоже, то есть для борьбы с возбудителями бактериальных инфекций растений. Ну и логично, что в таком случае мыло будет негативно действовать и на клетки биологических препаратов. Я, собственно, говорю, ну я понимаю, с чем связаны вот именно вопросы. Мы говорим, что сенная палочка, она очень устойчива во внешней среде. Почему тогда обычное мыло должно негативно действовать на ту же самую сеную палочку? Я сделала эксперимент, в котором мыльный раствор был взят в максимально возможной концентрации, которая применяется в сельском хозяйстве. Это два куска мыла на ведро воды. Таким раствором рекомендована обработка растений для борьбы с клей. Потом этот раствор смывается с растений, потому что это очень высокая концентрация для растений. Как вы можете видеть из представленных фотографий, в этом растворе, тем не менее, сохраняются живые клетки Bacillus subtilis. Даже в такой концентрации. Но их количество, наверное, в тысячу раз меньше, чем если бы мы разводили биологический препарат не мыльным раствором, а обычной водой. Да, если взять концентрацию мыла ниже, например, 50 грамм на 10 литров, как это рекомендовано для прилипателей, картинка будет лучше. Она, наверное, будет, не наверное, точно будет такая, как мы видели при применении вот этого прилипателя ДТ-90, который тоже является концентратом поверхностно-активных веществ. То есть, когда, если вы разводите биологический препарат мылом и наносите на растения, я бы не была уверена, что эффект, который вы наблюдаете, это эффект именно от биологического препарата. Возможно, вы наблюдаете эффект от того, что вы наносите на растения мыльный раствор. И стоит ли тогда разводить биологический препарат именно мылом, когда есть много других прилипателей, которые лучше действуют на бактериальной клетке. Наверное, это все, что я хотела сказать по этому поводу. Спасибо большое за внимание и удачи вам в применении биологических препаратов!